Приветствую вас, друзья! На днях российский диктатор и международный преступник Путин на фоне поставок Украине западных танков заявил, что российский военно-промышленный комплекс в ближайшие три года поставит армии РФ 1600 танков. Мы произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600. Начнем с того, что до войны Россия могла производить в год примерно 250 танков, и то не новых, а в большей степени модернизированных танков со старых корпусов, взятых с баз длительного хранения. После начала полномасштабного вторжения России в Украину и провала их Блицкрига, российская армия начала терять огромное количество танков, особенно в первые месяцы войны, когда ВСУ сжигали целые колонны. На данный момент российские оккупанты, по данным Генштаба, уже потеряли примерно 3600 танков. В это количество входят не только полностью уничтоженные танки, но и затрофеенные ВСУ, а также подбитые танки, которые не могут выполнять боевые задачи и требуют серьезного и длительного ремонта в заводских условиях. На сегодняшний день российские оккупанты в среднем теряют по 5 танков в день или же 150 танков в месяц. За год при такой интенсивности боевых действий потери составят 1800 танков. Российский ВПК с начала войны был переведен на работу в три смены и в этом режиме максимально ему удалось поставить армии РФ 70 танков за месяц, из которых большая часть это модернизированные Т-80, Т-72 и Т-62. За год Россия максимум сможет модернизировать и поставить в строй 700 танков, что в два с половиной раза меньше потенциальных потерь. Напомню, что еще в 2015 году руководство РФ заявляло, что к 2020 году российская армия получит на вооружение 2300 танков армата, а по факту на 2023 год произведено около 30 парадных армат. А все потому, что Россия это страна фейк и не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Говорить и заявлять можно многое, а вот сделать сказанное это точно не про Россию. Пока Путин рассказывает сказки по телевизору и мечтает о тысячах российских танков, Украина уже получает западные танки. Эшелоны с техникой заходят в Украину практически каждую ночь. Что-то можно показывать общественности, а что-то нет. Но по открытым данным украинская армия в ближайшее время получит около 1000 единиц бронетехники, в которые входят 450 танков и сотни тяжелых БМП и БТРов. В сети появилось видео, опубликованное министром обороны Украины, на котором показаны британские танки Челленджер-2, доставленные в Украину. Было приятно кататься на первом украинском Челленджер-2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. В скором времени эти фантастические машины начнут выполнять боевые задания, заявил Алексей Резников. Поставлены ли уже к этим танкам снаряды с урановым сердечником или еще нет, не сообщается. Напомню, что 20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия приняли решение поставить Украине в течение года 1 миллион артиллерийских боеприпасов. При среднесуточном расходе 5000 боеприпасов этого количества хватит на 200 суток ведения боевых действий. Формула здесь простая. Чем больше боеприпасов, тем больше утилизированных оккупантов и тем меньше угрозы для Украины. Продолжение следует... Продолжение следует...